Нуржанар расширяет линейку. В скором времени на прилавках появятся новые прохладительные напитки, включая авторские сорта. Естественно, что технологию и рецептуру компания берет не с потолка. Для того, чтобы поделиться своим опытом, в Ураськ приехал специалист-технолог из Чехии. С ним встретилась наша съемочная группа. Производственный процесс не прекращается ни на секунду. Бродит, пенится, вздымается. Конечно, речь идет о древнейшем напитке. Рецептура не меняется на протяжении нескольких тысяч лет. Чтобы ее улучшить, в компанию Нуржанар пожаловал технолог из Чехии. С уральскими коллегами он намерен поделиться секретами изготовления разных сортов. Если в Чехии принято есть рульку, то под нее идет горький напиток. У вас другая еда, под нее и напитки другие. Словом, чешский напиток может попросту не подойти казахстанским потребителям, поэтому я больше смотрю на то, справляется ли мастер со своей задачей. Здесь, в Уральске, я попробовал несколько местных сортов. Что-то мне понравилось больше, что-то меньше. В компании Нуржанар хорошо налаженное производство. Но, как говорят, нет предела совершенству. Мы будем стараться совершенствоваться. Это и есть настоящая задача для любого технолога. И действительно, совершенствование – это основная цель Нуржанар. За годы существования, благодаря уральской компании, на прилавках магазинов при Урале появилась самая разная продукция. Линейку планируют расширить уже в самое ближайшее время. В этом году, если напитки взять, более двух видов напитков будет на линейке нашей. Мы зависимы от продаж объемов. Но так как были трудные времена до этого, надеюсь, с этим справились. И надеюсь, этот год будет лучшим и будет больше продукции. Стоит отметить, что компания Нуржанар существует аж с 1971 года. Она радует своей продукцией не только жителей Приуралья, но и других регионов Казахстана и России.